Ириск цветок. Ириск многолетний и неприхотливый, выносливый и нетребовательный в уходе цветок. Сажать его можно едва ли не круглый год. Посадки хорошо приживаются как осенью, так и весной. Флористы предпочитают иметь на своем участке несколько сортов с разными сроками цветения, чтобы иметь возможность как можно дольше лубоваться красотой величественного цветка. К 2018 году селекционеры представили внимание цветоводов около 700 видов этого растения, которые отличаются не только периодом цветения, но и формой, оттенками. Все они имеют определенные особенности в агротехнике и нуждаются в некоторой заботе. Общий обрисах. Ириск цветок, с названием которого связаны легенды и предания. В переводе его название может означать «радуга», но большую роль в правильности трактовки играет язык, с которого сделан перевод. Говорят, что Гиппократ Акнарек растение в честь богини радуги Риды. Согласно древней легенде, когда Прометей принес людям огонь, то природа начала ликовать, и на небе вспыхнула яркая радуга. Она красовалась целые сутки, однако с наступлением утра, когда отступила темнота, народ заметил, что земля покрылась необычайно красивыми. Цветами, внешне похожими на радугу. Именно так появился на земле ирис. Значение этого цветка сейчас трудно переоценить, тем более что он так и продолжает символизировать собой красивейшее природное явление. Ирисы, своим названием ирисам обязаны и Флоренция. Ее нарекли так и именно потому, что поля вокруг были сплошь усеяны радужными цветами. Выращиванием ирисов занимается на протяжении более двух тысяч лет. Их используют не только как декоративное растение для украшения клумб и садов, но и как сырье для производства эссенций и изготовления парфюмерии. Ирис – растение очень полезное и не только из-за декоративных качеств. Благодаря богатому химическому составу оно нашло применение в косметологии, парфюмерии и даже медицине. В разных частях растения были обнаружены флавоноиды, эфирное масло, аскорбиновая кислота, сахар, каротиноиды, жирные масла, дубильные вещества, витамин С. Интересно, ириска – не только красивый, но еще и лечебный цветок. На его основе изготавливают глазные капли, используют растения как вяжущие средства, делают настойкой простуде и сильном кашле. Описание растения. Цветы ирисы относятся к корневищному типу растений. Нитевидные корни располагаются непосредственно на корневищах. Имеет один либо несколько однолетних цветоносов, а также плоский и тонкий лист с заметным восковым налетом. У основания листочки зеленого окраса собираются в веерные пучки, стебель почти не облиственной. Схематическое изображение ириса как внешне выглядит ирис. Он обладает одиночными цветочками, иногда собранными с небольшие соцветия. Зачастую тонкий аромат их не сильно ярко выражен, но случаются и исключения, и благоухание этого растения наполняет весь сад. Цветы имеют различную причудливую форму и богатую цветовую гамму. Цветение приходится на мае и июль, одновременно могут распускаться 2-3 цветочка. Продолжительность цветения составляет 1-5 дней. После его завершения начинают формироваться плоды в виде трехгнездной коробочки. Карликовые ирисы в саду помимо самих петушков в природе существуют цветы, сильно похожие на ирисы внешне, но имеющие различные ботанические описания. К таковым относятся альстромерия, касатик, водные иридодиктум, кукушкины, слезки и дыры. Все они имеют разные характеристики и условия выращивания, внешнее сходство с рисами не означает, что они представляют одно и то же семейство. Характеристика сортов культуры С точки зрения ботаники, все виды делятся на бородатые и не бородатые. Главным критерием отличия является наличие или отсутствие на лепестках волосков. Несложно догадаться, что бородатыми называются такие цветы, лепестки которых покрыты волосками. Высокие сорта этого вида принято называть германскими. Наибольшую популярность получили такие из них – Baltic Sea, Beowilderbest, Acoma. Бородатый рис – больший видовой ассортимент представлено не бородатых рисов, включающих болотные, сибирские, японские и прочие типы. Сибирская разновидность обладает богатой цветовой гаммой, но при всей своей красоте и в величественном виде цветы полностью лишены аромата. Японский вид отличается преимущественно синими оттенками окраса и полным отсутствием запаха. Для выращивания в средней полосе России больше всего подходят такие сорта – Нюсанумэй, Сальвей, Василий и Алферов. Безбородую и рисценителям элегантности придется по вкусу и рести паспуря. Его можно выращивать в суровых климатических условиях. Растение стойко переносит и не только зимняя холода, но и летнюю засуху и внешне сильно похоже на луковичный вид рисов ксифиум, однако цветы успурии гораздо крупнее. Наибольшими декоративными качествами обладают следующие сорта – Лимонтауч Трансфигерейшн, Стелла Айрин. Ирис пурия существует особая разновидность рисов, приспособленная расти во влажной почве. Отрас их цветов, в большинстве случаев желтый. Самими популярными представителями этого вида являются «Голден Квинн», «Флорплено» «Ункерч». Ирис «Голден Квинн» представленный ассортимент сортов постоянно пополняется новыми экземплярами с улучшенными характеристиками потому каждый ценитель имеет возможность найти ирис под свой индивидуальный вкус и упросить им клумбу или дачный сад. Агротехника. Ириски удивительные цветы с богатым видовым разнообразием. Примечательно, что от сорта растения зависит его морозостойкость. Японская разновидность пригодна для выращивания только в теплых климатических условиях. Если есть желание культивировать ее в северных широтах, то для обеспечения нормальной жизнедеятельности цветка придется посадить его в горшок и поместить в комнату. К климату средней полосы России больше всего адаптированы бородатые ирисы. Сибирские сорта способны похвастаться очень хорошей холодостойкостью. Открытый грунт подходит для их зимовки даже в суровых климатических условиях. Важно! Засушливости, а сильными ветрами и открытой местностью плохо подходят для культивации данного растения. Высаживать ирис или касатик предпочтительно на влажном и плодородном участке с хорошим дренажом. Если наблюдается избыточная увлажненность грунта, то следует вырыть канавку для отвода излишков воды. При обработке тяжелой земли и подготовке ее к высадке цветов надо заправить клумбу садовым грунтом, песком и органическими удобрениями. При этом на каждый квадратный метр следует внести по 5 литров садового грунта и удобрения. Нейтрализацию почвы лучше проводить с помощью костной муки. Правильная посадка ириса цветок риск, который по-другому называют петушок, размножать следует делением корешков либо частями корневища, на которых обязательно должны присутствовать почки. Производить эту операцию надо после того, как растение проросло на одном месте не менее 4 лет. Лучшим периодом для размножения цветов является конец лета либо ранняя осень. Внимание! Если не поделить корневища через 4 года после посадки, то цветок перестанет цвести, потому что на его корневищах больше не будут образовываться цветочные почки. Ирисы можно размножать и семенами, однако у этой технологии есть масса особенностей и подходит она далеко не для всех сортов. В большинстве случаев она применяется при проведении селекционных работ. Семена ирисов посадка после того, как годичные звенья корешков ирисов были поделены на отдельные кусочки с почками, их размещают в теплом и сухом помещении на пару суток. Это необходимо для того, чтобы на срезах образовалась защитная раневая ткань. В качестве дополнительной меры защиты среза можно посыпать измельченным углем. Укоренять корешки с почками следует в ящиках зимой, размещают их в помещении. Выкопанные с осени ирисы до этого момента сохраняют в рохладном темном месте. Весной растения можно высаживать на подготовленные клумбы. При этом корешок обрезается таким образом, чтобы его длина составляла около 9 сантиметров. Правильная посадка ирисов в уход-уход за рисами не доставляет много трудностей и хлопот цветоводу, однако без этих миорастений не сможет нормально и полноценно развиваться, а также радовать хозяина бурным и ярким цветением. Прежде всего, необходимо подкормить минеральными удобрениями с содержанием калия, фосфора и азота. Вносить препараты надо равными частями за три раза. Первый раз цветы удобряют, как только над землей проклюнутся первые росточки, затем спустя месяц третий раз уже после завершения цветения. Внимание! Корни ириса находятся на поверхности, потому в избежании ожогов подкормки вносятся исключительно в жидком виде. Выращивание ирисов Выращивание ирисов не представляет никаких трудностей даже для неопытных новичков. Цветок отлично приживается и способен расти на участках с нейтральной либо слабой кислотностью грунта. Идеальным вариантом будет эра на уровне 6,8. Если кислотность окажется повышенной, ирисы будут активно разрастаться и наращивать зеленую массу, но цветение хозяин так и не увидит. Внимание! Не рекомендуется производить раскисление почвы на клумбах, где будут выращиваться ирисы, с помощью извести. Грун под посадку ирисов раскисляют, применяя древесную золу, мяу либо доломитовую муку. Чтобы улучшить структуру почвы, вносят речной песок и торф. Непосредственно перед посадкой цветов клумбу вскапывают на штык лопаты и тщательно выбирая корни сорных растений. Нельзя вносить в качестве удобрения свежий навоз, потому что это может спровоцировать гнилостные процессы корней. Посадка ирисов Посадка корешков ирисов не должна осуществляться очень глубоко. Они отлично переносят жаркую и засушливую погоду, однако при обеспечении регулярного полива цветок распускается крупный и красивый. Чтобы декоративное свойство растения повысилось, его рекомендуется высаживать в полутень, например подвозерево. Исключение составляет бородатый риск, какой любит солнце, не переносит сквозняков и застоя воды. Поэтому для него лучше подобрать место на возвышенности, обеспечить хороший дренаж. Сибирские и болотные сорта наоборот предпочитают участки с повышенной влажностью. Запас питательных веществ в земле необходим абсолютно всем разновидностям, потому перед высадкой риса в грядке необходимо хорошо заправить. Провести обеззараживание почвы фунгицидом Интересный факт, от сорняков быстро и эффективно можно избавиться, если произвести обработку гербицидом. Могут ли ирисы переопыляться? Теоретически переопыление риса вполне возможно, однако на практике встретить такие случаи почти невозможно. Дело в том, что за перекрестное опыление всех цветов отвечают насекомые, переносящие пыльцу. Результаты можно будет заметить только после посева семян и выращивания из них нового растения. Как известно, самосевом ирисы не размножаются, потому самостоятельные экземпляры с новыми расцветками появиться не могут. Рядом можно высаживать абсолютно разные сорта этих радужных цветов и не бояться, что со временем они переопылятся. Ирисы разных сортов в саду как долго стоят ирисы в вазе. На грядках ирисы смотрятся шикарно, но трудно устоять перед соблазном украсить ими жилище. Только вот без соблюдения определенных правил эти красавцы могут утратить свой роскошный вид уже первый день. Чтобы цветочное чудо простояло в вазе хотя бы несколько дней, ему потребуется хороший уход. Срезать ирисы необходимо поздно вечером, либо рано утром, когда в них накоплен наибольший запас питательных веществ. Помимо этого, в бутонах и стеблях имеется жизненно необходимая влага, которая испаряется не так быстро, как в дневные часы. Днем срезку проводят только в осмурную погоду. Ирисы в вазе ирисы, срезанные под дождем, непригодны для транспортировки. Дело в том, что на их листьях скопилась влага, провоцирующая процессы саморазогревания, в результате чего цветы темнеют, быстро портятся. И уже не представляют собой декоративные ценности. Чтобы сохранить их как можно дольше, необходимо отобрать только наиболее ярко окрашенные бутоны. Срез старается делать как можно ближе к корню. Перед тем, как опустить стебель в вазу, его требуется подрезать наискось. Температура воды для ирисов в вазе должна немного превышать комнатную. Желательно для этих целей остудить кипяченую жидкость и добавить туда немного сахара. Кусочек медной проволоки либо древесного угля может предотвратить загнивание цветов в вазе. Сосуд размещают подальше от батарей, отопительных приборов и кондиционеров. Обратите внимание, нельзя допускать попадания на срезанные ирисы прямых солнечных лучей. В таких условиях они смогут сохраняться около 10 дней. Отцветающие или увядающие бутоны необходимо периодически удалять, взамен их распустятся новые. Воду в вазе надо заменять на свежую, приготовленную по той же технологии, что и первый раз. Ирисы на грядке ирисы способны украсить собой шикарный домашний цветник. Многообразие сортов и расцветок дает возможность подобрать цветок под свои вкусы и предпочтения. Разный период цветения позволяет создавать композиции на грядке, которые будут радовать глаз долгий период времени. Ирис считается одним из самых неприхотливых красивых многолетних цветов, излучающих чарующий цветочный аромат, потому он является настоящей находкой для неопытных новичков, желающих упросить участок и не познать о при этом разочарования. Однако перед тем, как отправиться покупать посадочный материал, надо как следует изучить теоретический материал и ознакомиться с информацией, какие разновидности пригодны для выращивания в той или иной местности и что потребуется изменить на клумбе, чтобы растение чувствовало себя там максимально комфортно.